Друзья, а у нас в гостях человек, который доказывает, что молодежь в Николаеве может найти занятия по душе и развиваться в тех аспектах, которые ему нравятся. У нас в гостях молодой дизайнер Алина Гарлинская и Людмила Гарлинская. И как мне она рассказала, это не однофамилица, а непосредственно мама молодого дизайнера. Исполняющая роль мамы. Исполняющая, постоянно исполняющая роль мамы. Вот так вот. Здравствуйте, девчонки. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, Алина, вот вы буквально недавно закончили школу, но уже считаетесь достаточно успешным молодым дизайнером. Как пришли к этому, когда решили заниматься именно дизайном? Вот. Ну, пришла к этому, скажем, летом, после сдачи экзаменов в ЗНО. Я как-то так подумала, решила, что не помешает сделать себе отдых, отпуск, ну, пока подождать с поступлением. И как-то так меня вдруг внезапно, когда я рисовала, посетила такая мысль, что может быть что-то рисовать и потом с этого уже что-то творить. Так. И непосредственно я попробовала, мне это понравилось. И мы с мамой как бы обговорили и решили, что все-таки дизайнер это хорошо. Ваша роль как исполняющая обязанности мамы в выборе этом, вы поощряли или говорили, нет, иди в университет? Нет, нет. Не говорили, ты будешь сварщиком. Да, 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 бухгалтер, ты будешь бухгалтером. Юрист, это вот серьезно. Да, или там юрист, да. Нет, абсолютно нет. Наоборот, как-то она самовыражается с самого детства, она принимает решения сама. Она решает как бы, что именно это ее жизнь, это ее выбор, это ее решение. Она решила, что да, я хочу попробовать, может быть что-то где-то пересмотрю, мы что-то изменим. Всегда за. Мы поддержали, мы только поддержали. Пожалуйста, развивайся, пожалуйста, иди ищи. Насколько мне известно, у вас уже состоялся первый показ, который был на Volkswagen Fashion Week. Расскажите, каково это было, какие эмоции? И что-то о коллекции, какие твои какие-то фишечки и так далее. Ну, непосредственно у моей коллекции есть дорогие ткани, это как итальянские. У нас в Италии мы заказывали ткань на заказ, нам ее шили под нас, скажем. Есть трикотажное платье, есть свитшоты, которые тоже, они необыкновенные, они там девочки, рубашки у нас. Не то, что рубашка там строгая, белая, это там должно быть. У нас как бы уже молодежь уже более носит, скажем, что-то необыкновенное, что-то необыкновенное. Ну, такая экстравагантность. Да, у нас такие, скажем, цветочки, котики, вишенки, бантики, такое. И эмоции какие вот, да, все-таки? Да, это было, скажем, я очень боялась, для меня это было впервые, я не знала, как это все будет, что там будет. Но после того, как прошел показ, я поняла, что мои волнения были зря, что я все-таки зря волновалась. Это прошло все хорошо, скажем, даже отлично, потому что все, что я хотела, я этого добилась. А вот мне просто интересно, дизайнер непосредственно во время показа, чем он занимается? Ну, как бы модели, да, они одеваются, ходят. Я думаю, что готовятся к общему выходу. А, вот последний, да? Да, это очень ответственно, на самом деле. Вот что, или просто нужно сидеть и вот как бы... Нет, дизайнер во время, при подготовке куда показа, ну, к показу, вот до самого показа, дизайнер метается. Бьет валерьянку. Метается вообще, ну вот, вот как моль в свитере, вот она не знает, куда, что, где, потому что каждую модель надо одеть, надеть то, что именно ей надо, все подогнать, чтобы было по ней не торчало, не висело, там, не хорошо смотрелось. Поэтому она практически ничего не соображает, что происходит вокруг, это вот круг только вот, как вот лошадь в шорох, вот, вот это вот девочка, вот это вот, следующая девочка, вот это вот, прогнались, прошлись, все, где какие-то там окрики или какие-то там разговоры, это ничего не слышно, не видно, потому что вот только одно направление. Строгий ли ты дизайнер, в плане того, что кричишь на моделей? Бывает, бывает, когда они что-то... А так сразу и не скажешь. Ну, я не то, что там, куда ты пошла, ну стой, ну, когда вот репетиция, бывает такое, что девочки идут, как бы, на своей волне, переключаются и делают так, как они хотят, но вот в этот момент я могу, как бы, сказать, что нет, мне это не нужно, значит, прогоняем еще раз, идем так, как мне это надо. А есть какая-то форма наказания, вот, то есть, ты вот плохо ходишь, теперь иди в угол. Ну, если ты будешь плохо ходить, то ты будешь ходить до тех пор, пока не будешь ходить хорошо. Вот так. Это вот, как, знаешь, отцы учат детей плавать, вывозят на середину и выбрасывают, здесь примерно то же самое. Наверное, то же самое. Как и у любого... Да, вот, возвращайся, пройди еще раз, возвращайся, пройди еще раз, возвращайся, пройди еще раз. Такой челночный бег такой, по-дизайнерски. Как и у любого творческого человека, хочется спросить, откуда ты черпаешь вдохновение, кто тебя вдохновляет, кто твои идеалы, возможно, в большом мире моды, и вот, что тебя вдохновляет? Ну, я вообще воодушевленный человек, я не могу сидеть на месте, для меня это просто... Паника у меня сразу начинается. Ну, когда... Сейчас. Когда я создавала свою дебютную коллекцию, для меня это было, ну, сильно много волнения, сильно много страха, потому что мои вещи могут не понравиться, я могу что-то сделать не так, какую-либо деталь. Больше всего я хотела сделать что-то необыкновенное, что-то... то, что вот будет оно в одном экземпляре, то, что оно не будет повторяться. Уникальность ты хотела такую, достичь уникальности. Да, чтобы человек, который это покупает, не было такого, ой, она идет в той же самой кофточке, что и у меня. Каждый человек индивидуальный. Да, ни одна девушка не любит это состояние. Чисто женский подход, это очень правильно. Каждый человек индивидуальный, он хочет ходить именно в той вещи, которая есть только у него, и не у кого-то там еще. Ну, вот поэтому я могу сидеть там в фейсбуке или в кафе, увидеть у кого-то какую-то кофточку или платье, набросать себе на листок, переделать это все в 10 образов и стилей, и сделать, ну, как бы даже, скажем, с этого коллекцию, с одной какой-то невзрачной кофточки. То есть, если я правильно понимаю, вдохновляет тебя просто окружение, любой какой-то визуальный мотив, любой элемент одежды тебя может вдохновить? Алина Гарлинская, из невзрачной кофточки сделаю целую коллекцию. Спасибо. Это бесплатно, как мне надо. Я уже, как бы, в модельном бизнесе, на секундочку. Вот именно, что на секундочку, дальше ты там не содержишься. Расскажите, какие у вас планы на будущее, где можно будет видеть новые коллекции, когда, и где можно, собственно, приобрести такую одежду. Ну, я не для себя, я для него. Но может быть, да? Может, вказиться. На будущее мы, конечно, хотели бы покорить столицы моды, оказаться на фэшн-виках именно где-то в Париже, в Милане. Но пока мы планируем множество проектов в Николаеве, ну и за рамками нашего города. Мы планируем сделать, как бы, провести проекты для людей, которые, скажем, не знают, как правильно подобрать для себя образ, как правильно одеться, какие цвета сочетать, как правильно сделать макияж, прическу. Это все будет проходить в городе Николаев, но об этом, как бы, это уже будет немножко потом. В разработке, так сказать, эта идея. Ты вот начал рассказать тебе, я сразу вот Артема вот вспоминаю. То есть ты говоришь, он не знает, как сделать, он не знает, как сделать. Не знает, как правильно сочетать цвета. Вот это про меня, да. Вот я, если... Поэтому у тебя уже есть первый клиент, насколько я понимаю, это будет в формате мастер-класса. Да, да. Все, уже как бы есть человечек. Вот твоя история не может, в принципе, не оставить равнодушным кого-либо, поэтому мы хотели бы, чтобы ты рассказала, как же все-таки не погрязнуть в пучине какой-то обыденности, а все-таки... Как не пойти в университет, а заняться любимым делом. Ну, да, вот так вот. Что, вот какой-то небольшой совет, возможно, молодым людям, которые сейчас на раздорожье, что же им делать дальше в жизни? Ну, изначально надо не начинать сразу с чего-то большого, фееричного, там, я сделаю там какое-то такое платье. Надо начинать с чего-то малого. Блузочка. Да, может блузочка. Свитшотик. Ну, что-то такое изначально. Можно вот даже, чтобы развивать свою фантазию, многие дизайнеры берут какую-то одну кофточку, из нее переделывают, делают там таких пять, все в одном стиле, но разных. Что, ну, это помогает, скажем. То есть не спешить, а все ходить. И экспериментировать, насколько я для себя подчеркнул. Да. Да, обязательно надо экспериментировать. Каждый человек хочет одевать, как бы, что-то. То, что есть на рынке, это есть на рынке, но то, что можно купить... Мало того, то, что есть на рынке, есть на другом рынке, в магазине, еще где-то там. А вот то, что авторское, конечно, уносить гораздо приятнее. Людмила, и также вопрос к вам. Дайте, пожалуйста, совет родителям, которые не хотят слышать и слушать своих детей, которые пытаются, возможно, определиться в жизни, но им навязывают, иди и становись юристом. Это просто, проще простого, просто вспомнить себя, вот в подростковом возрасте. Но почему-то родители забывают себя, когда, собственно... Ну вот вспомнить, вспомнить, вот как ты был, ты был подростком, тебя родители сказали, иди, будешь там инженером, потому что дядя Степа инженером 100 рублей зарабатывает. А я не хочу, я хочу там быть медсестрой. Ты что, иди, будешь инженером. И человек шел и терялся, и потом растил своих же детей таким вот же же методом. Нет, надо прислушиваться к ним. Они взрослые, они самостоятельные, они должны решать сами, что ничего они хотят в жизни. Выбрать свой путь, идти, помогать где-то, поддерживать, советовать, если они спрашивают совет. Не надо лезть и говорить, я знаю, я жизнь прожил, и я тебе скажу. Нет, ты жизнь свою прожил, а это его жизнь. Путь живет в свою жизнь, делает свои ошибки, учится на них, свой путь строит, идет по нему, будь счастливым человеком. Это очень здравый совет. Я покажу это видео своему папе. И, например, вашей дочери, мы видим, что, видимо, эти советы действительно правильны, и они работают. Спасибо вам огромное. Спасибо вам большое. Тебе успехов в дальнейшем. Мы ждем каких-то новостей с мировых подиумов моды о твоих коллекциях. Успехов. И спасибо, что пришли. Спасибо большое.